Ради инвестиций он и оказался в Давосе. Никакой Богдан, никакой Ермак не тянет эти сложные вопросы. Запад уже не верит словам. Они помнят, что с нами было с 2014 года. И Арахами на самом деле ляпнул то же самое. Но понимаете, Путину это можно говорить. Приветствую зрителей Политека Онлайн, студент Гомизерий, Виктор Небоженко, а политолог, гость нашей студии сегодня. Здравствуйте. Здравствуйте. Виктор, ну, Ваше впечатление от того, что произошло в последние дни, это поездка нашего десанта под предводительством президента Украины в Давос и пока такая контроверсийная поездка в Израиль. Давайте об этом поговорим. Ну, с Израилем, я думаю, что еще будет очень много, скажем так, информационных последствий, потому что это первая такая полукоммерческая встреча людей на высшем уровне в Израиле, которые делали израильские, российские и украинские олигархи. То есть это что-то новое такое, необычное. А тема, конечно, была священная, связанная, конечно, с Холокостом. И все это очень-очень ответственно. И тут важно, что впервые такое крупное мероприятие в Израиле, которое позвали очень многих президентов, а многие сами еще приехали. Это же как форма еще и общения, что люди, в общем-то, решали еще свои вопросы, а не только приехали по просьбе Израиля. Обычно такие крупные мероприятия в Израиле происходили в условиях очень сильной, скажем так, палестинско-арабской критики. А в этот момент ни палестинцы, ни арабы, ни Иран, ни Ирак, никто ничего не выступал. Но зато конфликт возник с Восточной Европой. Как вы знаете, что этот крупный форум в Израиле, на котором присутствует и президент Украины, он совпал с очень остро идеологическим конфликтом между Польшей и Россией по поводу поведения Советского Союза и поведения Польши по отношению к еврейскому населению. Я вам скажу, что это необычно. В 20 веке, я что-то не помню такое после войны, чтобы что-то такое подобное было. Это говорит, что это не остается без последствий, потому что и Россия, и Израиль, очень идеологизированные страны. Там очень важно слово, жест, идеологема. Поэтому, честно говоря, когда мы говорим про Украину, нам бы желательно, так сказать, просто отстреляться и показать свое миролюбие, и показать, что мы стараемся, чтобы ни у евреев, ни у Израиля не было проблем здесь, на Украине. Это важный момент. Я думаю, на больше рассчитывать не надо. Главное, чтобы нас не втянули в этот сложнейший конфликт, сейчас идеологический, между Польшей, Израилем и Россией. Только не это. Она слегка втянуть, потому что история Украины и украино-российских, украино-еврейских отношений очень, очень, скажем так, горячая и очень печальная. Поэтому желательно, чтобы без каких-то скандалов или даже без сюрпризов прошел этот визит. Я понимаю прекрасно президента Зеленского. Он понимает роль Израиля для инвестиций в Украине, и он пытается решить эти вопросы. В общем-то, ради инвестиций он и оказался в Давосе, а не просто для того, чтобы, как любой президент или глава страны, если он получил должность честно, через демократию, через выборы, он обязательно, конечно, едет в Давос, потому что это некая экзамен международного статуса. Это идет признание тебя как президента. Это крайне важно. Особенно после нашего, скажем так, заминки и нерешительности, связанной с гибелью украинского самолета в Иране, очень важно, чтобы мы элегантно выглядели в Давосе. Конечно, непонятно, почему президент не взял Гончарука с собой, потому что все-таки, я так понимаю, что основной тренд был такой, что дайте нам инвестиции, а за это мы будем делать реформы. И нужно было, чтобы, кроме слова инвестиции и остроумного предложения президента Зеленского, что мы вам найдем красивых переводчиков или переводчиц, я не знаю, как это будет звучать в новой грамматике, и мы создадим какие-то благоприятные условия для инвестиций. Но во всем мире благоприятные условия для инвестиций ждут одно – сильной законодательной базы. Никто не положит сюда ни миллиард, ни сто миллионов, даже в самых благоприятных условиях рассчитывая только на помощь президента. Так не должно быть. Все должно оформляться исключительно в рамках международного права. Я не случайно сказал про международное право, потому что вы знаете, что человек с очень такой странной фамилией Арахамия, он один из лидеров большинства Верховной Рады, сказал, что нам не нужно находить общий жиг с международным законодательством. Это не вовремя. В то время, когда президент говорит о том, что приезжайте со своими инвестициями, создадите вам благоприятные условия, Арахамия размышляет. Я не думаю, что он специально это сказал. И не со зла. Вот я вижу, как уже начинают критиковать и пинать этого Арахамия. Но он просто неопытный еще политик. Вот и все. Через пару лет он такого, конечно, не скажет. Это просто он не читает газет, как говорили раньше, и не читает газету «Правда». И он Арахамия не знает, что недавно в России выступал президент Путин, где сделал мировую сенсацию. Он сказал о принципе добровольной международной изоляции России, прежде всего за счет отказа России признавать международные законы. И Арахамия на самом деле ляпнул то же самое. Но понимаете, Путину это можно говорить. Но правда, он лидер огромной страны. И он несет ответственность. А Арахамия ответственности не несет. Поэтому лучше быть осторожнее. Ну, в России они же еще несколько лет назад проголосовали верховенство права внутреннего над международным. Хотя возвращали их в парламентскую ассамблею Совета Европы, именно для того, чтобы был доступ до ЕСБЧ. Абсолютно правильно ваше замечание. Да, да. А теперь получается, что в принципе... Кстати, вот как вы думаете, как теперь будет парламентская ассамблея реагировать на это? Не только парламентская, есть ЮНЕСКО, есть ООН, есть Совет Безопасности, есть огромное количество международных организаций ВТО, в которых присутствует Россия. И там все это бурлит и конфликтует, и работает. Поэтому отказ от признания приоритета международных правил предполагает и отказ от признания международных договоров. А это значит, что Россия не будет выполнять своих международных обязательств. Это опять удар по инвестициям. Мы же не случайно с вами связали двух таких странных людей, как Путин и Арахамия. Когда мы говорим о праве, я, знаете, пыталась найти и переслушать то, с какими месседжами поехал Петр Порошенко в 2019 году в Давос. То, что я нашла, он там говорил как раз о том, что мы сделали для того, чтобы к нам пришли инвестиции. В основном это звучало, я единственный президент, который это сделал. Я гарантирую. И, в принципе, еще в 2019 году он практически гарантировал, что все у нас в стране. Коррупцию мы уже практически истребили. К стандартам британского права мы идем. Вот Владимир Зеленский, в принципе, теперь уже обещает какой-то такой контроль, который, мне кажется, ближе к тому, что предлагал Сингапур. О том, что президент Ли Кван Ю лично гарантировал огромным таким инвесторам крупным защиту. Я читала, что звонил по телефону, говорил, если там вдруг надвигаются какие-то проблемы. Но 10 миллионов – это не слишком ли небольшие инвестиции, чтобы президент такой большой страны лично, ну практически лично что-то гарантировал? Давайте будем, скажем так, вежливы и аккуратны к президенту Зеленскому. Мы будем рассчитывать, что его масштаб понимания инвестиций будет расти с каждым месяцем. Конечно же, это немножко по-провинциальному, то, что он сказал. Но вот вы упоминали здесь о президенте Порошенко, ведь его речь в прошлом году была достаточно красивая, тоже интересная, как и речь сейчас Зеленского. Но проблема как раз в том, что выступления украинских президентов в какой-то мере обесценены. Инфляция, например, произошла. Потому что один говорил на английском, другой тоже хорошо начал на английском, тоже говорил. И Запад уже не верит словам. То есть, если завтра третий выйдет и начнет президент выбивать чечетку, тоже не поможет. Они требуют одно – дайте сильное законодательство и приоритет международных обязательств перед внутренним бандитизмом. Насколько вот то, что он сказал, что украинцы, ну, он сказал, не хочется говорить, что мы дешевые, да, но что наша рабочая сила дешевле, да, пока. Насколько это будет определяющим для инвесторов? Это тоже, это немножко запаздывает. Я, ну, вот видите, Гончарук, конечно, тут немножко тебя не прав. Дело в том, что это был главный козырь бывшего президента Порошенко, который уверял Запад, что если вы откроете границу Украины с ЕС, ну, без виз, то вы получите дешевую рабочую силу внутри страны и за рубежом. Получилось, что мы не получили дешевые рабочие силы внутри Украины, а Запад получил дешевую рабочую силу там. Поэтому, вы знаете, что в этом году, в общем-то, резко выросли у профессионалов всех, от слесарей до докторов наук, до крупных менеджеров. Мы не берем министерские зарплаты, это грандиозный скандал, который плохо закончится, но не сейчас, попозже. Резко выросла ценность высокофиксированного труда в Украине. Поэтому я не думаю, что это уже дешевый труд. На самом деле, к сожалению, это было при Порошенко, при Зеленского придется признать, что люди уже требуют таких зарплат, где они видели в Восточной Европе. Давайте вернемся к Израилю, потому что, так, несколько дней очень насыщенных у президента. Он дал большое интервью израильскому изданию. Кстати, не так часто он жалует украинских журналистов больше, он активнее общается с странами. Наверное, такая сейчас стратегия международная, работа с международной аудиторией. И вот тот момент, что он заявил, что каждый четвертый еврей, погибший в Холокосте, был украинцем. О том, что Украина имеет право выступить. И мы видим, что этого не происходит, не было предложения для Украины с отдельной речью выступить. При том, что, опять же, как говорят некоторые эксперты, во многом Российская Федерация давала деньги. Конечно, да, в том-то и дело. Да, да, в большинстве это памятник. И все, это все с российской стороны. Вот здесь и вот этот жест украинской делегации президента освободить свои места жертвам Холокоста, которым якобы не хватило места. Хотя организаторы начали уже говорить, что им бы хватило места. Вот насколько, в принципе, вообще стоило ехать в Израиль, когда вот какая-то такая непонятная ситуация, может быть, роль Украины даже немного недооценена? Ну, как недооценена? Дело в том, что в Израиле, особенно в идеологической части, не бизнес-части, для бизнеса это все уже безразлично, они берут там, где им удобно. Отношение к Украине, особенно в связи с нашей историей, очень настороженное и плохое. Плохое даже. Все эти знаменитые погромы, слово «погром» начались не в Кишиневе в 2005 году, а на Украине, к сожалению, еще в 17 веке. И евреи это прекрасно помнят, это не все так просто. Я думаю, что он поехал туда не для того, чтобы вот пытаться вот так вот загладить какую-то вину, или найти каких-то инвесторов, или наладить какие-то особые отношения с Израилем. Может быть, ему надо было поговорить с олигархами нашими, которые гораздо ближе к руководству Израиля, чем, в общем-то, наш президент. Я думаю, он поехал из одной фразы, на которую никто не обратил внимания. Одной фразы. Достаточно драматичной. Мне кажется, что он дома ее долго учил, потому что, в общем-то, он все-таки артист оригинального жанра. Он больше комик, он больше человек, который умеет рассмешить. А он пытался здесь драматизировать впервые в своей жизни. Он сказал, что в моем теле есть и еврейская кровь. Это первый президент, который хочет наладить с обществом открытые гласные отношения. Дело не в том, мы сейчас не обсуждаем еврейская или греческая кровь у Зеленского. А это первый президент, который считает, что это не важно, важно, чтобы я был президентом всех украинцев, выполнял, а не какая у меня кровь или кем я был раньше и так далее. Вот это очень здорово. Но чисто в политологическом плане никакой офис, никакой Богдан, никакой Ермак не тянет эти сложные вопросы. Вот этот наскок, который делали по поводу миролюбия, что неважно на какой стороне вы находитесь баррикады у сепаратистов или со стороны украинской армии, это абсолютно неправильно. И так не решаются такие вопросы. Точно так и украино-еврейские отношения, они тоже не решаются наскоком. Но, повторяю, человек, который, будучи президентом, знает, что это может повлиять на рейтинг, у нас же все-таки очень сильный латентный антисемитизм на Украине. Я почему говорю сильный и почему латентный? Потому что это значит, что он спит до 1-2-3 процентов. Ерунда, ерунда. Как вы относитесь к евреям и так далее. Но он легко возбуждает. Вот знаете, у Лапьера, это американский социолог, он придумал так называемую воронку Лапьера. Это было в 30-е, 35-е, 36-е годы. Нужно было выяснить отношения между итальянцами и ирландцами. Так все видели, что это все сложно. И тогда социолог задает наивный вопрос. Как вы относитесь к итальянцам? Ну, хорошо, лжет, плохо относится. А готовы ли вы вместе с ними работать? Ну, вы знаете, лучше я пойду на другое предприятие. Ну, тоже уже 20 процентов. Третий вопрос. А готовы ли вы выдать свою дочь, которая закончила там хороший университет в Соединенных Штатах, белая, там католик, выдать, или там протестант, белый протестант, выдать свою дочь за итальянца? Нет. То есть вот это воронка. Вот так по экологии. Как вы относитесь к тому, чтобы в Киеве был свежий воздух? Прекрасен. Мы сейчас дойдем до евреев. Как вы относитесь к тому, чтобы часть вашей зарплаты будет уходить на обеспечение этого хорошего воздуха в Киеве? Нет, 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 нет. Обязательно кто-то украдет. Я так кого не хочу. Как вы относитесь к тому, что вам придется поставить свою машину и ездить на велосипеде? Вы что, с ума сошли? То есть какой из этих трех ответов реальный? Вот тот третий. То же самое с антисемитизмом. Внешне все хорошо. Но и, а если мы дойдем до уровня, готовы ли вы дружить или помочь там, или отдать свою кровь, или так далее, и так далее, такой сложный вопрос, то очень много людей с этим не согласятся. Я уже не говорю про идеологемы западной Украины, связанные с украинским национализмом и украинским нацизмом. Там, проще-прочем, у них свой ответ есть к полякам, к евреям и так далее. Поэтому, я что хочу сказать, президент в первых полгода попытался, насколько он, решить две сложнейшие проблемы. Первый, установить какой-то мир между Донбассом и Украиной. И второй, установить какие-то новые цивилизованные отношения между евреями и украинцами. То есть вот, как намерение, это просто здорово. Но то, что это все не подготовлено, и все это тут же было воспользовано его политическими врагами, и, кстати, его поездка в Израиль будет то же самое, как внутри Израиля, так и в Украине обязательно будет использована. Но надо дать ему должное. Он мужественный человек. Он президент, который, не стесняясь, зная, что у нас скрытый латентный национализм, и любое упоминание про евреев означает падение, аккуратненькое падение твоего рейтинга, а если еще враги, то сильное, он заявил, в моих жилах течет еврейская кровь. Поэтому все остальное, его выступления, это уже не так важно. Евреи умеют отличать сиюминутные от стратегического. Почему Израиль не признает голодомор как геноцид украинского народа? Связано это с их добрыми отношениями с Российской Федерацией? Нет, это связано с Холокостом. Они считают, что только Холокост, а не армянская трагедия, и не украинский этот. Ну, это все. Они считают, что есть только одна страшная трагедия в мире. Это гибель евреев во время войны. Огромное количество. 6-7-8 миллионов, не хочу говорить цифру. Все остальное они считают, что это некое подражание, плохое подражание памяти еврейской трагедии. Хотя на самом деле президент Ющенко, когда развивал эту тему о том, что вот надо помнить о Голодоморе, и сравнивал ее постоянно, кстати, с Холокостом, это не нравилось евреям, кстати. Нашим-то они безразлично, тут в основном, так сказать, этим не думают. А каким-то идеологизированным временем, это очень важно было. Но беда заключается в том, что он тоже перегнул палку. Если вы заметили, уже 10 лет больше. Это он ушел в каком? Он ушел в пятом? В пятом, да? Он пришел в пятом, ушел в десятом. В десятом. Уже 9 лет ни один президент, все три президента не вспоминает слово «Голодомор». Настолько Ющенко перекормил общество, и настолько он вышел за рамки. Он не сумел как-то сфокусировать, показать важность этого. Он перекормил общество тем, что все, что связано с смертью, это хорошо. А как же думать о будущем? Нет-нет, давайте думать о прошлом. В этом смысле это, я не хочу сказать, что это идеологическая провокация, но он оказал плохую услугу будущему Украине. Вот так я говорю. Теперь это можно сказать через 9 лет. Так что я не думаю, что будут какие-то глубокие последствия, связанные с поездкой президента в Израиль. Но вот это самое главное, что он нашел себе силы сказать, что у него есть кровь. И это означает, что он требует и от других прозрачности, и в других отношениях. Если говорить, например, Сирия, Иран, Украина, у России и Соединенных Штатов, там свои интересы. Израиль это страна, которая умудряется быть в отличных отношениях и с Российской Федерацией, и с Соединенными Штатами Америки, и не быть под прямым влиянием, руководством ни одной из этих стран. Как ему это удается, и может ли Украина, в конце концов, каким-то образом пойти по этому пути? Нет. Есть такое выражение, еще от Аранко ее придумал, это психоаналитик, но выражение хорошее. Трампа рождения. Украина получила независимость в результате распада Советского Союза, а не в результате борьбы, не в результате потери лучших своих сынов, и благодарности за эту борьбу. Этого не было. Да, в Западной Украине была гражданская война до 1953 года, да, да. Украинцы против украинцы, но контролировалось все из Москвы и так далее. Все, она закончилась в 1953-м, Западная Украина приняла советскую форму правления, все. Но сама большая Украина, начиная от Харькова до Львова, не сражалась за свою независимость. Она получила ее даже не в подарок от какого-то, от международного сообщества, а получила, это я сейчас говорю, буду об Израиле, а получила это в результате того, что хозяин умер, и все, что от него осталось, все разбежались по своим домашним квартирам. И вот это и есть травма рождения. То есть нет героического начала, а значит нет сильной истории. Поэтому многое мы придумываем. Поэтому то, что мы 25 лет кое-как существуем, это как раз связано с тем, что нет элиты и нет борцов, нет того героического наследия, которое бы заставляло нас с вами и наших детей вести себя иначе и искать светлое будущее. А у евреев это было. Было, во-первых, забрать землю. Там книжка есть специальная даже, где там все это написано, что это наша земля, не будем ее рекламировать. Большая, толстая такая книжка, 700-й. А второе, Холокост, который им говорит, что если у нас нет своей земли, это означает то, что в случае второй, они уже не верили, что не будет третьей, четвертой войны, пережив такое. И третье, начиная с 40, ну не 40, да я думаю где-то с 32-го года, с 32-го года борьба за Палестину продолжалась буквально все 50 и даже 60 лет. Они борются, они до сих пор борются. Я когда смотрю израильские какие-то инстаграмы, я вижу красивых, улыбающихся девушек, не мальчиков, девушек, и они с автоматами, а я как человек, который служил два года, я знаю, как это тяжело тащить. Это же не просто там, это очень трудно. Поэтому, видите, вся страна считает, что это их, что они не просто бизнесом занимаются, что они не просто построили государство, там не все согласны с тем, что Израиль должен быть государством, а считает, что только защищать эту страну можно через закон и через мужество, через патриотизм. Вот и все. У нас ничего такого нету. У нас этих инструментов нет. У нас не мотивирует. У нас первая мотивация... То есть вопрос сдержания, вопрос... Вопрос больше. Вот любому человеку с детства, начиная с трехлетнего возраста, детки меняются в том, что у них появляется память. А вот у гупии памяти нету, там у животных мало памяти и так далее. У украинцев никогда не было памяти. Вот их приходил новый президент, и их обманывал, и через год повторяется то же самое. Из года в год. И только в 2014 году, когда в 2015, 2016, 2017, 2019 годах, когда нету ни одного маленького города крупного, или города, в котором нету могил погибших, только сейчас у украинцев появилась злопамятность и память. Такая крупная. Вот они помнят, что с нами было с 2014 года. Это уже не те украинцы. Ни Зеленские, ни после Зеленского. Никто придет еще. Например, этого не понимал Порошенко. Что украинцы теперь помнят, что им обещали и не выполнили. Что им сделали хорошего и плохого. А до этого этого не было. Память была у интеллигенции. Ну, потому что интеллигенция функциональна носителем памяти. У журналистов, у писателей, поэтов и так далее. Но не у населения. Население памяти было связано исключительно с собственной семьей. 25 лет Украины, а тут даже не зародилось движение в защиту или интересы. А кто были мои предки? Нет у этого украинцев. Вот в чем дело. Память только сейчас появилась. А у Иреевы эта память, ой-ой-ой какая. Поэтому это мощнейшая мотивация. Я еще раз говорю. Сегодня политики, когда болтают или говорят глупости, они зря думают, что это забывается. Украинцы стали злопамятными. И это новый сильный фактор украинской политики. Это может быть злопамятность некой объединяющей идеи деструктивной, но объединяющей? Почему деструктивной, не деструктивной? Если министр говорит, да, я молодая женщина, у меня нет мужа, у меня нет детей, но я хотел бы, будучи министром просвещения, заработать так много денег, чтобы я всю жизнь жила и было хорошо моим детям. Вы что, думаете, такие вещи забываются? А еще в 85-м, в 90-м такие вещи совершенно спокойненько... Никто не реагировал. Реагировали журналисты, реагировали, ну кто вот сьют. А теперь такие вещи не забываются. То же самое повторяю и с премьер-министром. То же самое, никто не простит премьер-министру фразы, ну я вообще-то баран в экономике, но я юрист. Ну человек просто не подумал, он же не специально сказал. Это не его внутреннее убеждение. Это просто, ну мало ли что можно сказать, если нас слушать целые сутки. Любого из нас, если слушать целые шутки, ну мы прекрасно знаем, что можно сделать такую нарезку, что мы либо ангелы, либо уроды. Я его не защищаю. Я просто хочу сказать, но войдя в общественное сознание, это уже осталось у украинцев. Если коротко, к чему это все приведет? Вот злопамятность в отношении власти, да? Злопамятность вспышком, острым политическим кризисом буквально к следующей осени. Очень острым. И будут помнить, ну вот пожалуйста, вам пример. Сейчас президент Порошенко достаточно циничный, бывший президент, что он сейчас критикует Зеленского и критикует иногда справедливо. Но обратите внимание, какая обычная реакция людей, а не профессиональных журналистов или пропагандистов. А что ж ты это не делал, когда ты пять лет был? Никогда таких политических аргументов у украинцев не было. Они были у американцев, они были у немцев, они были у британцев. Британцы помнят 1932 год, 1962 год, что угодно. Не потому, что они злопамятны, а потому, что в политической культуре включен такой элемент, как память о том, что делали политики. Когда украл, что сказал хорошего, что плохого и так далее. У нас это появилось только в связи с войной. До войны у нас общенациональной памяти не было. Поэтому, повторяю, на самом деле сейчас все очень быстро ускоряется. Люди быстренько говорят, а этот делал то, этот делал то, а этот повторяется. Поэтому, на самом деле, Зеленскому досталась Украина очень тяжелая не в смысле экономической разрухи, а в том, что тут идет очень сильная перестройка политического сознания. В какую сторону она пойдет, я не знаю. Вы правильно сказали. Может быть, в сторону злопамятности, агрессии, а может быть, в сторону какого-то выработка рационального отношения. Что, нет, мы не будем за этого голосовать, потому что он уже слишком долго врал. Большое спасибо, Виктор. Виктор Небоженко, политолог, был гостем нашей студии. Смотрите нас в YouTube, на Политека Онлайн. Подписывайтесь на наш канал. Мы благодарны всем, кто поддерживает нас финансово. Если вы готовы присоединиться, номер нашего счета есть в описании под видео. Спасибо и до свидания. Смотрите блог «Суть событий» на канале «Знаюй». Интересно и просто. Коротко о главном. Мы не хвалим украинскую власть. Мы за справедливость. Подписывайтесь на наш канал. Ссылка в описании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова